Всех приветствую на своём канале. Я Дов. Сегодня у меня iPad 3. Аппарат не заряжается. Сейчас покажу почему. Я поставил на зарядку. Ноль внимания. iPad 64 гига. Модель 1430. Со старым разъёмом. Короче, третий iPad. Вот, не заряжается. Потому что, если посмотреть на гнездо зарядки, то, наверное, будет видно, что... Видите, что творится? Согнутые контакты здесь и здесь. Вот сейчас всё на стою резкостью. Вот они, видите, да? Итак, всем всё понятно. Нужно просто заменить гнездо зарядки. Я думаю, всё будет в порядке. Такое вот гнездо я заказал на третий, на четвёртый iPad. Они идут одиннадцатые. На вторые iPad там с прямым шлейфом и разъёмом. Немного отличаются. Так он выглядит. Кто ещё не видел. Так выглядит. Новая внизу зарядки, шлейф, разъём. Вот. Итак, заменить его много мозгов не надо. Он банально откручивается два винтика. Вот, отстёгивается разъём, пристёгивается новая. Проблема в чём? Проблема в том, что мы можем взять целое стекло. В старых видео прошлогодних я много показывал. Снимал стёкла, в основном разбитые. И, по-моему, если память не изменяет, я ни разу не показывал, как я снимаю стекло на iPad. Может это было, не знаю, уже не помню. Тем не менее, давайте сейчас его снимем. Итак, 400 градусов я заставляю на фене. Сейчас я выставлю камеру, чтобы было удобно и снимать, и видеть. Вот, как-то так, наверное. Итак, обращайте внимание всегда на то, поддерживает ли ваш аппарат сим-карту или нет. Мой поддерживает. Вот видите, слот для сим-карты. Это означает, что здесь стоят жильцам антенны. То есть на это нужно обратить внимание, потому что они тоже прилеплены к стеклу. То есть при нагреве и при снятии стекла. Это нужно будет не упустить из вида, иначе их просто-напросто можно оторвать или повредить. Начинаем снимать с угла, соответственно, разогревать. Вот ещё инилятор. Я снимаю стекло при помощи двух инструментов. Это медиатора тонкого и вот такой вот самодельного заточенного инструмента, которым очень удобно пользоваться. Здесь находится Wi-Fi антенна, то же самое. Будьте внимательны. Вот. Её нужно будет отделить аккуратно. Итак, учитывая, что здесь углы битые, посмотрите, видите, да, то есть падал не раз, все углы помятые. То же самое. Видите, все четыре угла. Поэтому здесь просто было пространство, чтобы засунуть медиатор достаточно большой. Я его засунул, воспользовался. Если же все углы нормально и стекло вплотную лежит, как и должно быть, тут ничего страшного. То же самое. Нагрейте, лопаткой чуть подденьте вот так, острый, приподнимите. Вот. И засуньте что-нибудь такой вот толщины, как медиатор. Ну и дальше уже по периметру идём. Снимаем стекло, греем. Сильно не нагревайте, потому что при сильно нагретом стекле, казалось бы, скотч замягчается, двустороннее стекло слазит быстрее. Но всё это не так, как кажется. При сильном нагреве в стекле оно просто теряет свою закалку и может треснуть. Поэтому сильно не увлекайтесь. И так, идём по периметру. То же самое. Обращайте внимание, какого типа iPad у вас второй, третий. На каждом iPad есть свои опасные участки. Допустим, на втором iPad вот этот участок, который сейчас буду снимать, он самый опасный, потому что там находится шлейф кнопок боковых и кнопки включения. Также он приклеен сильнее всего, этот участок сильнее. Поэтому, дабы не повредить шлейф, снимать нужно немного по-другому. Здесь у нас ничего нет, здесь нам ничего не мешает, поэтому шлейф здесь спрятан под металлическую рамку. Здесь можно смело снимать. Итак, одну сторону мы уже соединили. Видите, да? Соединили. Здесь сейчас будут мешать немного антенны. Поэтому дополнительно нагреваем. Сейчас я вам покажу эти антенны. потому что, я имею в виду, когда сниму стекло уже, потому что сейчас туда не залезть камерой. Чтобы вы имели в виду, когда будете снимать стекло, то место, которое можно повредить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА дошли до угла скажу я вам легко снимается стекло это учитывая что все углы еще раз повторюсь все углы биты то есть попал воздух пыль ну и соответственно скотч конечно же ослаб снимаем снизу здесь находится вай-фай антенна я уже говорил поэтому аккуратно ее придерживаем вот так вот отгибаем стекло дальше греем и и последняя сторона аккуратно здесь находится шлейф разъем самого стекла и и и в общем то все сняли так убираем скотч здесь остался снимаем 4 винтика одинаково ни в коем случае не трогайте пальцем дисплей иначе потом будете долго и нудно его очищать так вот стекло вот дисплей мы приподняли шлейфа которые пристегнуты вот здесь дисплейный и тактильный и вот шлейф который нам нужен для замены гнезда зарядки давайте сверху находится пластика такой вот черный убираем его отстегиваем шлейф уже можно проверить скручиваем его винтика вытаскиваем шлейф вот он вставляем новый то есть здесь уже все намного 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 проще ванна венцы ванна венцы прыгает постоянно никак не приобрету себе нормально профессиональную камеру застегиваем шлейф заклеиваем пластиком вставляем кабель так кабель у меня отключен включаем кабель вот видите да зарядка пошла батарейка появилась полчаса и айпад будет работать простая замена и так что мы делаем дальше дальше мы просто закрываем айпад и возвращаем клиенту вопрос как его закрывать с такими углами да это уже вопрос следующий это уже нужно решать с клиентом по хорошему по хорошему по хорошему эти нужно выравнивать потому что они все биты то есть при укладке стекла при укладке стекла да сейчас обратно вот возможно со временем в течение там двух-трех недель он начнет приподниматься потому что во первых мы нарушили свойства скотча даже если мы сейчас новый скотч прилепим все равно с такими углами стекло нормально лежать не будет поэтому этот вопрос опять же еще раз говорю не завершает с клиентом удаляем пыль с самого начала да когда берете на ремонт нужно объяснить что либо оставляем так как есть либо выравниваем углы и ставим стекло но это уже следующий вопрос мы эти углы просто обрезаем потому что других вариантов все знают все знаете да что каркас алюминиевый других вариантов выровнять эти углы просто нету можно отогнуть там потом загнуть забить там не знаю как угодно все равно будет некрасиво то есть процесс закрытия ipad это уже другой вопрос я его сейчас я сейчас просто нагрею тот скотч родной который мы сняли и установим на него уже обратно потому что клиент был предупрежден что за дополнительную плату мы выровняем углы и на новый двусторонний скотч посадим стекло это как бы это ему не нужно было что за углом что он заряжался поэтому надеваем двусторонний скотч если сильно нарушился скотч при снятии можно в принципе заменить его посадить на акриловый достаточно крепко будет держаться но опять же да самое главное это выровнять углы то есть каким бы крепким скотч не было на который вы поставите ipad все равно тепло со временем начнет подниматься попадание воздуха и пыли на двусторонний скотч удаляем пыль по скотчу укладываем стекло о х режேinking все вращение по в начальном состоянии. Вот они углы, о которых я вам говорил. Покажем поближе. Вот так, сейчас наведу резкость. Видите, да? Пожалуйста, сюда уже запросто может залететь пыль. Соответственно, с этого момента, с этого места, вот это все начнет со временем отслаиваться. Поэтому мы так легко сняли стекло. Я вам скажу, на нормальном новом айпаде с целыми углами снимается все намного ту же. Ну, по тому же принципу, что я вам показывал. Вот, пожалуйста, второй угол, видите, да? То же самое. Третий, четвертый, все. Так что, этот вопрос уже решайте с клиентом. Всем спасибо за внимание, друзья. Я оставлю айпад на зарядку. Заряжается, возвращаю к клиенту. Всем удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.